Итак, сегодня я расскажу про такую-такую тему, которая называется ORM и SQL. Зачем мне нужно знать SQL, если у меня есть ORM? Возможно некоторые вещи покажутся вам знакомыми, очевидными, некоторые вещи будут для вас новыми, и это будет хорошо, это будет интересно. У каждого из нас разный экспириенс работы с ORM и работы с SQL. И я не собираюсь вас переубеждать, говорить о том, что нужно использовать только SQL или только ORM, да, вы этот выбор всегда делаете сами, но единственная вещь, которую я хочу показать в этом докладе, на которой я хочу заострить внимание, это то, что для того, чтобы ваше приложение было производительным, все-таки нужно знать SQL и как работает база данных, которая находится под вашим приложением. У ORM нас, к сожалению, от этого не спасает. Хорошо, теперь немножко про формат доклада. Этот доклад я рассказывал на конференции Framework Days, может кто-то видел, кто-то смотрел. Сейчас формат у нас немножко другой, у нас нет такого большого лимита по времени и, соответственно, вопросы прошу задавать сразу, только они у вас появляются. То есть я рассказываю тему, вы задаете вопрос, я на него отвечаю. Пару слов обо мне, которые, что я хочу рассказать немножко, чтобы вы узнали обо мне. Меня зовут Денис Резник, я живу и работаю в городе Киеве. Работаю в компании Intact на позиции Data Architect. С 2010 года являюсь Microsoft MVP по SQL серверу, теперь эта категория называется Data Platform MVP. Являюсь сооснователем какого-то общества как Ukrainian Data Community. Немножко о наших мероприятиях я расскажу уже в конце доклада, но мы собираемся каждый месяц в городе Киеве один-два раза, проводим доклады, встречи очень интересные и проводим конференции. Раз в год проходит большая конференция с Кельсией Т.Д.Киев, может кто был в этом году, у нас было 5 треков и 25 разных докладчиков из разных стран мира и 500 участников. И сейчас очень скоро, 19 августа, пройдет SQL Server и конференция во Львове. Поэтому, если вы еще не регистрировались и не знали про эту конференцию, советую обратить на нее внимание и сходить туда. Конференция бесплатная. Окей. С прошлого года являюсь PASS Regional Mentor по Центральной и Восточной Европе. PASS – это, собственно, наша организация, ассоциация, которая занимается продвижением SQL Server и PASS данных в Масаде. Пасс расшифровывается как Professional Association for SQL Server. И наша юзер-группа входит в эту ассоциацию. Какое-то время назад, я не помню, наверное, лет 5 назад написал 19-ю главу в книжке SQL Server и PASS, часть 2-я. Кто читал, кто не читал, еще советую почитать эту книжку. Это сборник таких статей о праздновании по SQL Server. Хорошо. Это все, что я хочу сказать о себе. Теперь, собственно, давайте по теме. О чем мы будем говорить? Начнем мы с вами вот той историю РМ, которую я помню, которую я застал. Потом мы поговорим про разные проблемы и аспекты, интересные аспекты работы с РМ. Их я поделил на такие секции, которые я назвал простые запросы, список колонок, lazy low, типы данных, модификация данных, сложный запрос и параметры sniffing. Это, собственно, вся адженда на сегодня. Мы разберем все эти моменты. В презентации будет совсем мало слайдов. Будет очень много демонстраций и показов. Хорошо. Теперь поехали. История РМ, как я ее помню. Да, вначале был ADUNET. Это то, с чем я начал работать, собственно, с SQL Server. Наверняка многие из вас тоже не знали, потому что некоторые сейчас пишут. В принципе, это самый быстрый доступ, возможный доступ в базе данных SQL Server. Но минус этого подхода в том, что мы пишем слишком много ненужного кода. И, как правило, когда мы пишем много ненужного кода, где-то может проскочить какая-то ошибка или есть возможность написать неэффективный код. А потом появилась такая штука, как датасеты. В принципе, неплохая. Потратил какое-то время на то, чтобы с ними разобраться. Тяжеловесные, но с ними можно было работать. В моем понимании это был некий такой прототип URM от Microsoft. Потом уже поработал с такими профессиональными URM-системами, как LBLGAM и Enhibbernate. LBLGAM очень понравился. Тогда еще не было LinkU. Да, и вот этого всего. Лямбда, экстеншн методов в .NET. И тогда LBLGAM выглядел очень-очень неплохо. Выглядел он очень неплохо для меня, пока не появился Link2SQL. Вот этот URM, который сразу влюбился и начал использовать на своих проектах. Entity Framework тогда еще был в таком зародыше. Очень долго его релизил в Microsoft. И в принципе он был не такой удобный, как Link2SQL. Потом Link2SQL плавно, не то что он загнулся, просто перестали его развивать. Были только пакфиксы. И в принципе наращивался функционал Entity Framework до того момента, когда он стал уже более интересным, более стабильным. Тогда я полностью перешел на Entity Framework. И не могу сказать, что это плохая тува, это классная тува. Это классная тува и она очень сильно упрощает взаимодействие с базой данных. Да. Потом появился Entity Framework в коде First. С ними работал довольно немного, но впечатления были положительные до того момента, пока ты сталкиваешься с чем-то, что тебе нужно и чего нельзя достичь в коде First, а ты переходишь заново к обычному Entity Framework. И сейчас, последний год, можно сказать, что я практически ушел из разработки. Я разрабатываю небольшие проекты либо для себя, либо для своей компании. И в принципе я стараюсь не использовать Entity Framework. Что я использую сейчас, об этом я поговорю уже в ходе доктора. Хорошо. Ах да, и забыл, собственно, сказать, что такое ORM. Наверняка вы об этом знаете, но ORM нужно для того, чтобы смапить наши объекты из приложения к объектам в базе данных. Для того, чтобы удобно с этим работать. Для того, чтобы мы не прописывали все это ручками. Это все генерируется для нас, как классы, так и способы взаимодействия с базой данных операций. Окей. Проходим к первому. В первой теме, которая называется Simple Quay. Вопросы? Вопросов пока нет, я так понимаю, да? Есть. В чатике что-то светится. Угу. Это Игорь прислал ссылку на Simple Set. Окей. По демонстрации всех этих возможностей я написал небольшое приложение, которое делает разные операции. И там есть несколько статических классов, которые это все объявляют. Первый из них Simple Query. Как вы видите. Сейчас посмотрим, что там. Здесь есть несколько вариантов того, как достать пользователя из базы данных. Первый вариант с помощью Entity Framework. У нас есть объект контекст, который является точкой входа. Это все. У него есть коллекция users. Точно так же, как в базе данных есть табличка users, которому мы задаем и задаем условия с помощью extension метода. где user.id равняется параметру, который мы передаем метод, взять одну сущность. Очень просто. Как это выглядело раньше, когда мы использовали чистый addonet? Это выглядело примерно вот так. Да? Мы открывали, мы создавали connection. Новый объект connection. Мы создавали объект команду, к которой передавали текст и connection. Потом мы инициализировали параметры, открывали connection. И даже для того, чтобы прочитать одну строку, да, мы должны были использовать такую штуку Execute Reader. И здесь мы прописывали конкретно, какие поля мы хотим записать в объект user. И, собственно, все эти поля туда записывать. Да, есть вариант достать их по индексу, есть вариант достать по имени, но, в принципе, это не особо важно. Мы должны были писать вот такую вот колбасу. Теперь скажите, пожалуйста, какой вариант вам кажется более удобным? С помощью addonet или с помощью entity framework? Да? По-моему, ответ очевиден. Этот вариант намного лучше. Намного лучше смотрится в коде, намного проще написать. И нет какой возможности сделать ошибку, как здесь. Да? Потому что здесь там немножко ошибся, сделал вот так вот. И все. Уже эти результаты неправильные. А когда их заметит пользователь приложения, это уже вопрос. Да? Хорошо. Ну, есть еще третий вариант, который я вам хочу показать, и который, как раз сейчас я чаще всего использую при работе с базой данных. Это micro-RM, которая называется Dapper. Ее написала команда StockWordFall для того, чтобы быстро работал и в сайте с базой данных. Что она дает нам? Она дает нам возможность полностью контролировать SQL, который мы пишем. Это плюс. И позволяет нам убрать вот эту вот всю колбасу маппингу. То есть она берет на себя маппинг в объект. В данном случае я использую объект Dynamic, но точно так же я мог бы использовать объект User здесь. Да? Параметры передаются с помощью анонимной коллекции. И потом мы точно так же на этом всем вызываем метод Single. То есть мы заменяем extension метод и кода генерацию Entity Framework на чистый SQL. Dapper берет на себя маппинг и работает это все очень-очень быстро. Теперь давайте посмотрим на выполнение этого кода, и что он нам сгенерирует. Я запускаю приложение и параллельно я запускаю профайлер. Здесь мне достаточно всего двух ивентов, которые называются RPC Completed и Batch Complete. По колонкам, которые нам нужны, я добавлю еще парочку. Для хорошей информации по трейсу нам нужна CPU. Желательно End Time. Ну, error у меня в демке не будет, но она тоже полезная. Что еще? Чтение. Дайте RAW Count добавим. Старт тайм. И Transaction ID. Хорошо, запускаем трейс. И возвращаемся теперь к нашему приложению. Так. Приложение предлагает мне выбрать в консольном интерфейсе, выбрать какую операцию я хочу выполнить. Я хочу выполнить первую Simple Query. Поехали. Так. Все выполнено. Теперь давайте посмотрим на запросы. На запросы, которые были от нашего приложения. Первый из них, так это что-то не то. Вот он. Первый запрос, который сгенерировал Entity Framework. Да. Довольно большой, даже для простой операции, запрос получается такой, ну скажем так, менее читаемый, чем вот этот, да. Здесь я мог бы, конечно, вместо звездочки использовать. Алло, как меня слышно? Слышно. Здесь я мог бы вместо звездочки использовать список полей. Но, тем не менее, запрос, который я пишу ручками, как правило, более читаемый, чем запрос сгенерированный Entity Framework. Да. Кроме того, смотрите, зачем здесь делается Select of 2. Скорее всего, для того, чтобы наш метод сингл выросил отсекшенность запроса. Больше одной строки, да. Как мы называем этот сингл. И это, это как бы не страшно, это даже хорошо. Но, с другой стороны, вы понимаете, что Entity Framework добавляет свою дополнительную логику в это все. Которое не всегда бывает столь очевидно, не всегда бывает понятно нам. И, к сожалению, не всегда бывает эффективно в плане выполнения SQL-запроса, да. И вот в этом, собственно, основная такая, основная такая проблема и опасность URM. То, что она сгенерирует вам запрос, который будет выполняться медленно. Вот. И нам, как специалистам, как разработчикам, нужно не только знать и SQL, который лежит под ним, но еще и догадываться, как URM подгенерирует нам наш запрос, да, для того, чтобы он был эффективным. Когда мы пишем запрос руками, мы выбираем вот эту вот прослойку в виде URM, и полностью контролируем то, как запрос выглядит и как он выполняется в базе данных. Хорошо. Теперь запрос, который сделан с помощью даппера. Видите, он точно такой же, как и предыдущий. Окей. Вопросы какие-нибудь есть? Вопросов нет. Переходим дальше. Следующий аспект. Это список колонн. Да. Видели в предыдущей данке то, что было показано? Видите, декорирует сквозь нашу модель, да, и построил запрос с учетом явной спецификации всех колонн, которые есть в табличке, которые есть в нашем запросе. Почему это хорошо или плохо? Давайте посмотрим. Когда мы пишем запрос и вытягиваем какой-то объект из базы данных, да, вот в случае 2 я вытягиваю все посты юзера. Да, я использую базы данных. Три базы данных здесь, Stack Overflow, Twitter и базы данных бывает Importance. Это новая база, замповая база, которую поставляет Microsoft. Это примеры из базы данных Stack Overflow. Соответственно, модель вам должна быть знакома. есть пользователи, которые задают вопросы и отвечают на них. И есть посты, которые мы можем делать на Stack Overflow. Пост может быть либо вопросом, либо ответом. Хорошо. И в этом запросе я хочу достать все посты определенного юзера и потом в консольке вывести на консоль title и количество ответов этого вопроса. Да? Я делаю это двумя способами. С помощью Entity Framework и с помощью ADN. Ну, скажем так, я больше ADN использовать чисто не буду в демке, я буду использовать везде Dapper. Как вы видели, это одно и то же с точки зрения того, кто используется. Да? Хорошо. Первый запрос с помощью Entity Framework. Второй запрос с помощью Dapper. Немножко более громоздкий, но тем не менее, с точки зрения производительности это будет самый лучший вариант. Хорошо. Давайте посмотрим. Видите какую-то разницу между этими запросами? Нет? Да. У вас в первом запросе нет селекта на те колонки, которые вы хотите доставать. То есть второй запрос достанет только две колонки title и answer count. А первый достанет полностью все колонки, то есть пост как Entity. Да. Все правильно. И это является тем той вещью, на которую я хочу сакцентировать внимание. Да? То, что когда мы пишем запрос чистым, мы сразу выбираем только те колонки, которые нам нужны. Как правильно, да? Это не есть правило. Мы уже выбираем все колонки. Возьмите все колонки. Но когда мы пишем запросы с помощью ОРНК, мы часто себе позволяем вот такую штуку. Когда мы просто выбираем целый объект Post, целый объект User и так далее, и так далее, и так далее. Объект может иметь много колонок и соответственно это все может рано или поздно притормозить. Давайте посмотрим в этом примере, насколько эффективнее будет второй запрос. Так. Мне кажется, я не стартовал профайлер. давайте его стартовал еще раз. И найдем наши с вами запросы. Да? Так. Вот первый, который сгенерирован entity фреймворком. Вот второй, который сгенерирован с помощью даппера. В первом случае у нас 770 логических чтений. Одно логическое чтение это чтение страницы данных памяти SQL 7. Страничка данных размером 8 килобайт. В данном случае это конечно немного, но чем больше данных, тем больше будет таких чтений. Во втором случае, когда мы выбираем два поля, это все происходит намного быстрее. Это еще зависит конечно от компенсации, как это в SQL 7 и в пабличках, но тем не менее, как правило, чем меньше мы колонок выгребаем из базы данных, тем наш запрос будет эффективнее. Согласны? Хорошо. Возвращаемся еще раз к коду и помним, что в ORM, когда мы выгребаем вот такую штуку без селекта, без спецификации колонок, без спецификации другого типа данных, даже динамика, то мы выгребаем все поля из этой таблички в базе данных, что может выполняться немножко дольше, чем выгребание только определенных колонок. Хорошо. Идем дальше. Следующий пример, один из моих любимых – Lazy Load. Наверняка многие из вас знают не по наслышке, что это такое. И Lazy Load нужно для чего? Мы получили объект юзер из нашей базы данных, да? Мы сделали запрос, получили объект юзер, потом мы хотим запросить его посты или там пробежаться по ним фарычам и что-то достать. И Lazy Load не подтягивает табличку постов, пока мы не начнем по ним ходить. в коде это будет выглядеть примерно вот так. В коде это будет выглядеть примерно вот так. Lazy Load. Смотрите, мы получаем коллекцию, не коллекцию юзера, мы получаем одного юзера по его ID, да? Выводим на консоль его имя, и потом мы пробегаемся фарычам по его, по коллекции постов у юзера, да? И выводим тайт этого поста. Lazy Load будет у нас работать вот здесь, да? И получается каждый пост, к которому мы обращаемся, будет подтягиваться из базы данных. Альтернативный вариант это сделать все ручками. подтянуть, подтянуть юзера, потом сделать отдельный запрос, который вытянет все его посты в отдельную коллекцию, и потом уже пробегать по этой коллекции. И третий вариант, который называется в entity фреймворке Eager Load. Ну и в других вариантах тоже есть такое понятие. Это альтернатива Lazy Load. Когда мы с помощью некой конструкции в entity фреймворке он называется include, мы говорим, что при выборке юзера по user id, включи, пожалуйста, выборку все его посты. Соответственно, одним запросом будет вытащен и юзер, и вся коллекция его постов. Понятно, да? И вот эти три варианта мы сейчас рассмотрим, как они будут выполняться. В теории, да, перед тем, как мы начинаем, какой вариант будет самый быстрый. Ну, скорее всего, последние два. Первый вариант, скорее всего, будет медленный, потому что вот в этом форыче мы за каждым постом будем делать один select в базу данных, что не есть эффективно. Давайте посмотрим теперь, как это будет выполняться. В презентации у меня есть небольшая напоминалка о том, как работают индексы. Что скажете, смотрим или пропускаем? Если что, можете в чат написать, если не хотите размьютываться. Давайте ждем. Смотрим, смотрим, продолжаем. Смотрим, да? Хорошо. Это для того, чтобы понимать, насколько тяжелым может быть. Может быть, lazy low. Да? Первая операция, которая есть у нас при работе с индексом, называется index.sql или поиск по индексу. Она работает для селективных запросов. Например, когда мы выбираем юзера по его ID. И у нас есть индекс по этому ID. В нашем случае это, скорее всего, кластерный индекс. Итак, SQL Server сканирует рутовую страничку индекса. Он видит, что 523 находится между 1 и 2 тысячи. Соответственно, мы переходим сюда. Потом он видит, что 523 находится между 300 и 800. Мы сканируем третью страничку и находим наши данные. Очень эффективный способ поиска данных в индексе, когда данных мало. Если у нас две строки будут доставаться, например, где юзера ID равняется 523, где юзера ID равняется или 524, да? В этом случае у нас будет два вот таких вот спуска по всему индексу. Первый, чтобы найти 523. Второй, чтобы найти 524. Даже если эти строки лежат в одной табличке, у нас будет на каждой из них 3 логические чтения. Всего 6, да? Альтернатива SQL – это скан. Скан работает следующим образом. Когда нужно выбрать много данных из таблички, например, «selectual from user», SQL Server находит первую страничку листового уровня индекса и по указателям на следующую страницу он сканирует всю таблицу. Еще такой момент – скан. SQL Server может оборвать скан в любой момент. Например, он сделает до 100 000 из таблички, SQL Server не будет сканировать всю табличку. Как только он поймет, что он уже нашел все записи, он оборвет этот запрос и пойдет дальше. То есть, если он видит, что он может оборвать скан, он это сделает. И третий вариант, который у нас есть – это «index range scan». В плане запроса он выглядит как «index sic», но, тем не менее, это комбинация «sic» и «scan». Например, мы хотим выбрать какие-то данные из центра таблички. Выбрать пользователей, которые однижники лежат между 700 и 1700. SQL Server в этом случае спозиционируется по индексу и найдет первую страничку этого диапазона. И потом пойдет сканировать все последователи на все странички, пока не найдет запись с айдишником 1700. Это называется «index range scan». И теперь вопрос по выизиловоду и по скану. Когда у нас скан будет работать лучше, чем «sic»? Да? Когда у нас, во-первых, много записей требуется, и когда у нас записи считаются с одной странички? Будет лучше работать индекс range scan или индекс scan? Если мы будем за каждой записью ходить по айдишнику, как нам предлагает lazy load, это, как правило, будет неэффективно. Правильно? Когда мы найдем юзера, и потом по айдишнику будем спускаться и каждый раз по индексу доставать его в новый пост. Да? Гораздо выгоднее все это выбрать сразу. Теперь давайте посмотрим фактическую демо. Запустим профайлер. Запускаем демо lazy load 4. Ой, нет, это не ту демо. lazy load 3, да? Хорошо. Давайте остановим трейс. Вот наши три запроса. Раз, два, три. Скорее всего. И смотрите, что интересно. Первый из них. Кто это такое? Нет, вот он начинается, да? Первый запрос lazy load. Вытягивает у нас юзера по айдишнику. Маленькая операция. Три логические чтения. Скорее всего три странички индекса. Он вот так вот прошел, чтобы найти юзера. Точно так же, как у нас в презентации. И потом вторая операция этого же запроса. Вот она. Смотрите. Он почему-то не выбирает посты по одному, да? А он сразу выбирает посты все вместе. И вот этот момент тоже я хочу рассказать вам про этот момент. Дело в том, что ВРМ-ка, какие базы данных, так и ВРМ-система, они постоянно эволюционируют. Если ВРМ-базиллов раньше был таким, как я его рассказываю. Насколько я помню, он таким и был. Поначалу, да? Сейчас, например, Энтити может вас познать, что коллекция используется все сразу. И эффективнее в этом случае не подтягивать по одному посты, да? А подтягивать сразу целую коллекцию постов. Это он, собственно, и делает. Соответственно, в этом случае, конкретно вот в этом примере, да, у нас нет никаких просадки производительности в залах залах. Нет смысла его отключать, почему-то покажу позже. Теперь запрос с помощью даппера. Вытягиваем юзера по ID. Тоже довольно простая такая операция. И выборка всех его постов, да? 151 запись. И, как вы видите, 711 логические чтения. Точно так же, как и в предыдущем примере. Да? И, наконец, последний вариант с жадной загрузкой. EagerLoad. В этом случае entity framework генерирует вот такой запрос. Что скажете про него? Очень сложный. Если особенно встретишь такой где-то в логах, то закроешь этот раз. Согласна. Это еще такой простой пример, обратите внимание. Очень сложный запрос. И кроме того, что очень сложный, почему-то он генерирует немножко больше логических чтений, чем предыдущие примеры, да? Соответственно, возможно, он еще и не такой эффективный, как предыдущие. Поэтому тут такой нюанс. EagerLoad только для того, чтобы, например, сказать, что у нас на всем проекте не используется лазилоад, потому что это плохо, мы всегда используем жадную загрузку. Жадная загрузка может быть еще хуже, чем лазилоад, да? И поэтому без причины ее использовать, без доказательства того, что это работает лучше, а лазилоад работает плохо. В данный момент, на данном этапе развития entity framework мыслов, в принципе, нет. Поэтому будьте аккуратны, будьте внимательны и проверяйте, что генерирует ваши скелли и как он исполняется. Как, что генерирует ваши entity framework и как исполняются эти запросы. Хорошо. Идем дальше. Следующий пример. Следующий это у нас data types, типы данных. Когда мы генерируем модель entity framework, он, как правило, он прописывается в метаданных, да? Конкретно, какой тип используется в базе данных. И вот здесь есть некоторые нюансы. Например, вы точно знаете, что типы данных у SQL Server и в .NET они отличаются, да? Теперь, какое влияние это может иметь на наши запросы и на их производительность. Давайте запустим сейчас. Включим профайлер. И допустим запрос data types. Так, сейчас покажу, как он в приложении выглядит. В приложении запрос выглядит вот так. Мы вызываем функцию getUser по имени brandOther. Очень известный специалист, который в частности тюнит базу данных Stack Overflow. Да? Не отличает за то, что у них SQL Server работает на ура. Хорошо. Первый вариант с помощью entity framework. Мы выбираем контекст. И здесь уже используется база данных Twitter. Да? И выбираем юзера, имя которого начинается с параметра, который мы передали. Параметр brandOther. Выбираем одну запись. И во втором варианте мы выбираем даже меньше полей. Не все поля, а меньше полей. Всего два поля из таблички user, где имя равняется по такому же параметру. Просто строим это с помощью like. Ок. Вы согласны, да? Что запросы идентичны по контенту. Теперь давайте запустим приложение и посмотрим, что он нам сгенерирует в базе данных. Это пятый вариант. Пятый. Да? Запрос выполнился. Давайте смотреть профайлер. А нет, это не тот запрос. Четвертый. Да. Пятый. Да. Пятый. Дататайпс. Первый запрос. Второй запрос. Хорошо. Теперь смотрим, что получилось. Запрос entity framework. Дурейшн. Дурейшн. Ноль секунд. Количество логических чтений. Шесть. Запрос с помощью даппера. Семнадцать миллисекунд. И две тысячи логических чтений. Количество возвращаемых строк одинаково. Да? В чем проблема, спросите вы. Да? Давайте выполним эти запросы в менеджмент студии. Включим план запроса. Выполним второй запрос. Включим план запроса. Если мы посмотрим на месседжер. Действительно в этом случае две тысячи логических чтений. В этот ужасный запрос нам дал шесть логических чтений. Включим. Соответственно он скорее всего лучше. Посмотрим execution plan. Здесь у нас индексик по табличке юзеров. В принципе все ожидаемо. А в этом примере у нас получается индекс скан таблички юзеров и какой-то желтый треугольничек вот здесь. Давайте посмотрим, что он нам говорит. Ворнин нам говорит, что у нас есть такая штука как implicit conversion. Почему он возникает? Давайте разберемся. Все дело в том, что когда мы генерируем запрос в entity framework, у нас уже есть информация о нашей модели, да? И параметр, который мы передаем, идет с типом varchar. Точно такой же тип, который есть в пабличке для этого поля. Когда мы генерируем запрос динамически с помощью того же даппера или addon.net. Ну вот там можно в принципе указать тип параметра, который в SQL базе, но можно и не указывать. И вот в этом есть нюанс. То, что в дутнете, руки хранятся в юни-кодовском формате, да? В SQL сервере есть некая табличка внутренняя приоритета типов для неявной конвертации. Тип нвarchar стоит выше типа varchar. Соответственно, в этом примере, когда мы передаем строку вот такого типа, тип параметра у нас генерируется к нвarchar, да? Потому что даппер не знает, что там в базе данных. Он генерировал динамически на основе того, что он получил строку. Он сгенерировал строковый тип параметра – nvarchar. И так как nvarchar в внутренней таблице приоритета типов стоит выше, чем varchar в SQL сервере, то SQL сервер, когда сравнивают две переменные varchar и nvarchar, он переводит ту, которая varchar, к той, которая nvarchar. И в нашем случае это играет с нами плохую шутку, потому что в табличке у нас varchar, а параметр nvarchar, соответственно, SQL сервер берет все поля таблицы, сканирует всю табличку, конвертирует каждое поле в nvarchar и сравнивает с этим параметром. То есть очень-очень неэффективно. Соответственно, в этом случае entity framework у нас от этого уберет за счет того, что у него строго типизированная модель и полноцапрестительский формат от данных типа базы данных. Единственный момент, который может быть сценить и проймерком, это если вы меняете тип поля в базе данных и не апдейтите модель. Поменяли txnvarchar на varchar для того, чтобы сэкономить место на диске, например, для поля email. Модель не про апдейтель. Оно, в принципе, работает, потому что это явная конвертация. Но работает не очень эффективно, потому что в этом случае пойдут индекс-каны, там у нас должны быть операции типа индекс-сик. Хорошо, какие-нибудь вопросы есть? Или переходим к следующей теме? Есть ли возможность указать в дапере конкретно в параметрах в запросе? Честно говоря, должна быть. Должна быть. Но я не искал. Я ни разу смотрел. Для того, что это я когда пишу, у меня свои правила не использовать varchar вообще. То есть максимально я использую varchar всегда, только в редких случаях, когда действительно там нужно, тогда varchar. и вот с тем кодом, который я писал, мне ни разу не приходилось задумываться. Можете тоже это использовать. Хорошо, еще вопросы? У меня такой вопрос. У меня такой вопрос. Ну, я видел, что хорошо этот дапер или делает сам маппинг, да, но это если один объект какой-то плоский, если мы грузим дерево, то есть у нас там join, 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 и сразу хотим достать дерево объектов. Как он с этим справляется? Потому что это проблема даже анхибернейта, то есть более или менее entity framework с этим справляется. Как у дапера с целым деревом. Ну, никак. То есть когда вы join, у вас получается, оно выходит там все, что вы достаете из базы, это имеет вид таблицы. Да, да, большая плоская таблица, огромная там 100-200 полей. И как потом это вот… А проблема таблицы, то что там данные все-таки дублируются, да? Или разваливаются там в пределах одного запроса, что сложно, то есть писать свои степени, либо обвозить их по очереди? Ну, проблема репорты, да, мы генерируем репорты, то есть нам нужно сразу получить там за месяц весь репорт, то есть это данные, мы готовы, мы готовы тратить мегабайты, гигабайты и тому подобные, юзер готов ожидать, у нас даже такой таск, что юзер как бы кликает генерить репорт, и там через полчаса, через час ему приходит репорт, да? Ну и да, я готовлю SQL, я получаю большой свой набор данных, я делаю такой булк-запрос большой там join, join, join. И потом мне нужно это все ручками размапать, ну и там потом у нас, грубо говоря, единственное до чего дошли, это просто бегать по этой таблице, собирать руками данных, собирать руками эти объекты, потому что ни один меняемый маппер это просто не мапит. Поэтому хотелось бы что-то такое, чтобы самоумело мапать. Ну, такого, наверное, будет. Окей, хорошо. У меня немножко другие, другие предназначения. А репорт у нас самописанный, да, получается? Ну, как самописанный, используем стандартный этот SQL reporting framework. Только сервис reporting, как раз, что у нас как бы есть сами reporting-сервисы, но они через свои сервисы. А у нас как бы reporting-сервисы через наши веб-апи. То есть у нас веб-апи, но на конце у клиента стоят reporting-фреймворк с этими его rdlc-шками, да, то есть готовый как бы шаблон, и мы этому шаблону ускармливаем эти наши entity, да. Но чтобы получить эти entity, мы ходим к нашему веб-апи, говорим ему, дай-ка нам набор данных. Ну, да, я понял. Я понял, да. Ну, смотрите, где этот пример, что это можно или не оптимизировать. Потому что сейчас там инхибернайт и инхибернайт просто там зашивается. На таких объемах данных, на таких объемах деревьев, там по 5, по украинской вклады нет, а? Глубина до 5 элементов сверху вниз, то есть, ну, гибернайт там просто умирает. А может плоская табличка будет даже лучше, чем эта иерархия у вас? Насколько там будет много этих дубликатов? Так вот, как раз вот дошли до того, что, наверное, будем просто плоские таблички пихать, потому что хотели сделать красиво, с объектами, все как должно быть, но, ну, да, по быстродействию, наверное, все-таки плоская табличка будет быстрее. Ну, для отчетов это неплохой вариант. Хорошо. Идем дальше. Следующая тема. Дата-модификация, да? Это проблема, большая проблема в ОРМ. Мы много-много говорили, и я еще раз об этом скажу, что дата-модификация через ОРМ, как правило, неэффективна средствами, которые предоставляет ОРМ. Как нам это позволяет делать наш Entity Framework, да? Например, мы хотим поменять статусы одного человека по имени Penal Dave. Мы выгребаем коллекцию статусов, да? То есть, первое, для того, чтобы сделать апдейт, нам нужно вытащить все статусы. Это уже неэффективно само по себе, да? Затем мы пробегаемся по всем статусам и меняем им какой-то, скажем, CacheDate. Апдейтим все эти статусы пользователя и загоняем их в базу скопом, да? Метод SaveChange. Единственный плюс в этом всем подходит, потому что в SaveChange идет транзакция. Это ускоряет эти все апдейты, да? Мы все-таки выстречиваем этих по одному. Но, тем не менее, вот альтернатива. Обычным запросам сделать апдейт. Да, в данном случае мы делаем одним запросом. Апдейт. И ставим CacheDate на текущую дату всем пользователям, всем постам данного пользователя. Апдейт. Теперь давайте сравним эффективность этих двух подходов. Давайте, чтобы профайлер запущен. Есть. Так, теперь мы вызываем 5, да? Еще. Дата модификации пошла. Наши апдейты. Теперь точно все. Останавливаем Trace. Останавливаем Trace. И смотрите, что у нас здесь. Вот наш последний апдейт. Длился он у нас 7 миллисекунд. И сделал у нас полторы тысячи логических чтений. Да? И вот апдейты, которые сгенерированы Entity Framework. Смотрите. Их у нас очень много, да? Ну, 490 тысяч. 490 штук, наверное. А вот сам селек, который выгребает в память. Он примерно равен по сложности, да? По объему информации, логическим чтениям, тому апдейту, который прошел внизу. Это как апдейт. Когда мы делаем апдейт, он делает те же самые логические чтения, что веселее. Потому что он стремится читать. И то, чтобы поменять. И потом пошли апдейты. То есть уже для нас очевидно, да? Что вот эта вот штука будет тяжелее, чем чистый апдейт. Теперь давайте еще. Добавим еще сюда информацию. И давайте я покажу реальную стоимость вот таких вот транзакций через Entity Framework. Мы сохраним этот файл в базу данных в виде таблицы. Да? Давайте создадим его в TempDB. Вернем все в менеджмент студию. И посмотрим, что у нас там есть. Так. Я не буду писать эти запросы ручками, да? Я возьму уже готовое. И здесь у нас табличку мы называли Performance. Хорошо. Так. Давайте сохраним. И смотрите, что делают эти запросы. Первый запрос возвращает нам Duration. Когда мы сохраняем его в базу данных, это уходит в микросекундах. Duration у нас возвращает этот запрос в секундах. Для тех запросов, где transaction ID и знал. Соответственно, это последний наш апдейт. Потому что Entity Framework пустил все свои апдейты в одной транзакции. Видите, transaction ID у всех запросов стоит. Да? Ну, кроме вот этого. Это Select без транзакций прошел. Наш запрос тоже прошел без транзакций. Но весь наш апдейт – это одна транзакция. Поэтому у нас в смысле нет его оборачивания транзакций. Там транзакция для того, чтобы каждый маленький апдейт был как одна операция. Здесь у нас одна операция по умолчанию. Хорошо. Второй запрос. Группирует duration, CPU. Мы возвращаем сумму CPU и чтений. А также минимальный start time и максимальный end time. Группируем это все по transaction ID. Соответственно, мы получим всю эту информацию для одной транзакции. Да? Давайте посмотрим на эту информацию. Что у нас здесь? Вот наш апдейт. Да? 7 миллисекунд. Duration. Дuration. Логические чтения 1500. Вот наш апдейт, который сделан через Entity Framework. 62 миллисекунды. Что уже во сколько? Почти 10 раз больше, 9 раз больше. И сравнимое количество логических чтений. Но, что самое интересное? Смотрите. Вот эта метрика, она не настолько важна, как вот эта метрика. Разница между стартой и ментой. Мы начали эту транзакцию. Апдейт начался в 19.43, 693. А закончился в 19.46. Соответственно, весь апдейт у нас занял целых 3 секунды. Да? В то время как чистый апдейт у нас прошел за 47 миллисекунд. Это уже существенная разница, да? Кроме того, приложение у меня крутится на том же сервере, что и моя база данных. Соответственно, я выбираю и сетевую лейтнезель. Если это приложение обращается по сети, и оно делает апдейт там нескольких тысяч записей, отделив большего количества записей, вы понимаете, что такая транзакция будет лежать до приема в этой точке. И другие запросы будут тормаживать. Поэтому апдейт через эти технологии в таком формате, когда мы вытягиваем коллекцию, модифицируем, и загоняем в базу с помощью Safe Changes, очень-очень неэффективная операция. Если мы меряем ее эффективность, следует обращать внимание именно на то, когда пошло начало этой транзации, и на то, когда она завершилась. Потому что в этот период времени возможно другие запросы, которые хотят читать данные из этой таблички, будут заблокированы. Вопросы? Хорошо, тогда переходим дальше. Дальше у нас следующая тема, которая называется Сложный запрос. Да, вот здесь антикетинформер показывает нам все свои зубы, всю свою страшную мощь. Когда мы реально строим сложный-сложный запрос. И тот запрос, который я вам сейчас покажу, это, ну, скажем так, это еще не сложный запрос, это такой средненький запрос, который можно сгенерировать с помощью ОРМ. Вот как он выглядит. Мы выбираем, здесь мы используем базу данных Worldwide Importers. Это база данных продаж по типу AdventureWorks или Northwind, только более новая. И мы выбираем клиентов по различным условиям. Сортируем по Customer Name. Выбираем приведенные поля. Выбираем только уникальных клиентов. Выбираем только тех клиентов, у которых есть заказы после определенной даты, и которые заказывают несколько товаров, а не один. И так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. И затем мы... Так. Это вероятно лишнее. Мы используем только один метод приложения GetCustomers. Давайте проверим, что профайлер включен и запустим этот метод. Запускаем профайлер. Запускаем наше приложение. Это шестой пример. Хорошо. Вот он какой. Да. 22000 логических чтений. Duration 382. Теперь для сравнения. Если бы я этот запрос писал руками. Да. Он бы выглядел у меня вот так. Если сравнивать с тем, которым не сгенерировал Entity Framework. Это первый запрос мне более понятен. Да. Чем вот эти вот конструкции, которые генерируются здесь. Чтобы их понять, приходится потратить какое-то существо. количество времени. Если мы говорим о производительности этих двух запросов. То этот запрос у нас. Так. Поздаем. Сейчас поменяем. Этот запрос у нас генерирует. Больше 20000 логических чтений. Запрос, который написан ручками. Генерирует у нас немножко меньше. Да. Именно 692. Теперь мы должны видеть с вами примерно такую же информацию. Да. 21000, а здесь 1200. Наш запрос получается намного эффективнее. С точки зрения выполнения, он выполняется быстрее 5 раз. Да. И это такой довольно-то щадящий пример. Потому что запросы, которые измеряем. Чем больше мы наворачиваем всего. Чем сложнее получается запрос. Чем больше шансов, что он будет неэффективным. И если сравнивать с тем же запросом написан ручками. С кейлия. Как правило. Запрос, который изгенерировал. Антитив фрейверк будет менее эффективным. Почему? Потому что Антитив фрейверк не знает, что вам нужно. Вы когда пишите запрос, вы знаете это. А когда пишите запрос на Антитив фрейверке. Он пытается распарсить. Понять, что вы думали. Как вы хотели. И потом пытается это выполнить. Соответственно, это получается не всегда эффективно. Он делает хорошую работу. Он генерирует довольно неплохие запросы. Но если сравнивать с тем, что мы можем написать руками. Руками мы можем написать лучше. Хорошо. Вопросы? Вопросы нет. Тогда идем дальше. В самую последнюю теме. И моей, наверное, любимой теме. Которая называется параметр снифинг. Об этой проблеме я рассказываю о многих своих презентациях. Я рассказываю об этом очень часто. И тем не менее это одна из самых частных встречальных проблем. Да. И с точки зрения Антитив фрейверка и вообще Адунета. Есть еще дополнительный нюанс, про который я скажу сегодня. Итак. Как это работает? Что такое параметр снифинг? Когда мы выполняем запрос на SQL сервер. Либо это охранимая процедура, либо это параметризованный запрос. SQL сервер создает план этого запроса. И кэширует его для следующего выполнения в кэше планов запроса. И параметр снифинг говорит нам о том. Это механизм, который SQL сервер использует в этом процессе. И он нам говорит о том, что запрос, который выполнен вот так вот. Для вызова процедуры report check security request userid равняется 1. Он сгенерирует план запроса, скомпилирует его. Именно для параметра userid равняется 1. И закэширует его. Следующий вызов этой хранивой процедуры с параметром userid 22. SQL сервер уже не будет компилировать запрос. Он возьмет уже существующие запросы из кэша. И вот здесь есть нюанс. Представьте, что у первого юзера есть всего один пост на SQL workflow. Да? И запрос будет использовать индексик по табличке постов. А у второго пользователя 2 миллиона постов. Да? Это там GFA тут, например. И SQL сервер уже может осмотреть использование других вариантов. Например, индекс сканов и таблички. И так далее. И вот этот вот перекос данных в базе данных плюс параметры снифер дает нам тот эффект, что повторное выполнение плана для других параметров может быть неэффективным. Это работает как и для хранимых процедур, так и для обычных параметризованных запросов. Вот такой запрос, который вы посылаете из приложения, оборачивается вот в такую штуку. Вызов хранимой процедуры execute SQL на SQL сервер. Со списком параметров. И он точно так же кэширует план выполнения и для следующего параметра возьмет старый план. В динамическом SQL такой проблемы нет. Потому что когда SQL сервер кэширует планы, он вычисляет хэш от всего текста запроса. Если здесь у нас текст запроса одинаковый и собачка ID, то здесь у нас для двух разных запросов, когда параметр идет константой в тексте, будут соответственно два разных хэша и две разные записи в кэше плана запроса. Только если полностью запрос повторится с точностью до символа, тогда у нас будет реализоваться старый план. В этом случае у нас реализуется план, который был скомпилирован вот здесь. Dynamic SQL это по сути такая противоположность параметра снифинг. У нас либо то, либо то, либо такая крайность, либо такая. Dynamic SQL хорош тем, что план запроса будет максимально оптимальным по мнению оптимизатора SQL сервера для конкретного набора параметров. Из минусов в то, что тратится процессорное время на компиляцию и тратится память на содержание, на хранение этих всех планов в кэше. Окей. Про параметры снифинг я надеюсь я понятно рассказал. Всем понятно, да, что такое параметры снифинг? Окей. Тогда движемся дальше. Теперь я покажу приложение собственно, что оно делает. и параллельно пока нагрузится я запущу профайлер. Так. Хорошо. Вот мое приложение и последний из них, последний кейс. Параметры снифинг. Я получаю статус юзера из базы данных Twitter. Юзера, который начинается с буквы B и потом всех юзеров, которые начинаются с буквы I. Выглядит это вот так. Метод одинаковый. Я использую NFT-фреймворк. Ну а в принципе здесь вы должны понимать, что параметр снифинг никак не относится к той или иной URM. Что с NFT-фреймворком, что с даппером, что с обычным параметризованным запросом через Adunet мы получим этот параметр снифинг. Почему я включил это в презентацию? Потому что эта проблема одна из самых частых, одна из самых запутанных. И для этого нужно понимание того, что происходит в реализационном движке под ним для максимально эффективного решения этой проблемы. Хорошо. С запросом у нас все понятно. Запускаем программу. Теперь я запускаю профайлер. В профайлере я выбираю шаблон Tune, как я в прошлый раз. Здесь мне не нужен Event Estatement Completed. И мне нужны некоторые колонки. Давайте добавим CPU. Для нашего примера нам минимум нужно будет. Давайте добавим RID. Поехали. Теперь наши запросы. Запускаем приложение. 7. Поехали. Теперь ждем некоторое время, пока закончится запрос. Кроме того, база данных сейчас это холодный такой старт. База данных холодная, данные все еще на диске. Может быть будет даже больше времени, чем я закладывал в обычную демку. Хорошо. Смотрите. Первый запрос выполняется 20 тысяч секунд. Второй запрос выполняется 27 миллисекунд. Первый запрос 20 секунд. Второй 27 миллисекунд. Да. Но. Что интересно. Смотрите. Второй запрос использует даже больше логических чтений, чем первый. Да. И для нас это как бы не совсем понятно. Потому что запрос у нас... Давайте его посмотрим. Возьмем вот этот запрос и выполним его в менеджмент студии. На самом деле этот запрос должен быть очень-очень легким. потому что там данных практически нет по этим параметрам. Я его скопировал. Хорошо. Теперь. В базе данных Twitter. Под запросом. Запрос выполняется одну секунду. Запрос выполняется моментально. Возвращаю только вот эти 100 строк. И что здесь интересно. Смотрите. Количество логических чтений у меня полторы тысячи. Да. То есть что-то здесь не так. Давайте еще раз чищу профайлер. Еще раз запущу приложение. Может просто план запроса у меня перекомпилировался. Смотрите. В профайлере мы видим вот такую статистику. 74 миллисекунды выполнения. 1600 логических чтений. Теперь запустим приложение снова. Ну понятно, что первый запрос там, где ВУК ОБ будет довольно большой. А второй запрос у нас должен быть вот такой вот. Причем так же, как мы выполнили его в менеджмент студии. Правда? Но. Наш второй запрос. Опять смотрите. Возвращает нам 30 тысяч логических чтений. Выполняет. Хотя запросы здесь идентичные. Да. Смотрите. Запросы одинаковые. В чем такая разница? Разница может быть не только в чтениях. Разница может быть во времени выполнения. Один запрос может выполняться намного дольше, чем второй запрос. Но здесь мы имеем проблему параметры снизу. Смотрите. Первый раз этот запрос был скомпилирован. Я больше чем уверен, что этот запрос был скомпилирован первый раз для параметра B. А теперь он выполняется с параметром Y. Если для B там миллионы записей, то для Y там 500 записей. Что не так и много. Это первое. Эту проблему мы решили. Мы знаем, что это параметр снизу. Нужно что-то с этим делать. Второй вопрос. Почему в менеджмент студии мы получаем другие цифры? И вот ответ на этот вопрос, это как раз то, о чем я и говорил. Такая довольно неоднозначная вещь. И причиной этого лежат в истории развития SQL Server и библиотеки, которые работают в SQL Server. В частности, в библиотеке ADNR. Когда вы такое видите в своем профайле, что запрос выполняется в приложении Dog, запускает его в менеджмент студии, но выполняется моментально, то в большинстве случаев могут быть, конечно, разные проблемы. Могут быть разного вида ожидания, могут быть блокировки. Но самая часто встречаемая и распространенная проблема – это параметр снизу. И вы можете быть уверены, что вот в этом случае, скорее всего, вы получили два разных плана выполнения. Если у вас постоянно, при каждом запуске, вы наблюдаете, что в приложении что-то работает медленно, в менеджмент студии этот же самый запрос, копированный с профайлера, работает долго. Вы получили два разных плана. Как это проверить? Как это проверить? Можно сравнить. Так, где-то должно быть такая, что должна быть какая-то штука, нет? Так, ладно, давайте, что вы долго не искать. Я сейчас найду этот скрипт, который у меня есть. Ну, мы можем его, конечно, попробовать поискать, но это будет долго. Чтобы руками написать. Так, где-нибудь, я думаю, вот здесь должно быть. Да, вот, похоже. Смотрите. Как мне найти этот запрос? Давайте что-нибудь выделим такое, что в нем 100% есть. Включил слово Escape. Да. И найдем, скажем, что текст содержит Escape где-нибудь внутри себя. Какие запросы у нас есть? Да. Ну, это какие-то системные вещи. Это наша сессия, которую мы только что выполнили наш запрос. А вот это два запроса. Один из них пошел из приложения, один из них пошел из менеджмента студии. Да. Текст у них будет полностью одинаковый. Но планы запроса у них будут полностью разные. Вот наш первый план запроса. А вот наш второй план запроса. И вот это, скорее всего, запрос был из приложения. Теперь давайте разберемся, что в них не так. Давайте сохраним этот Execution план куда-нибудь на диск D. Текст у нас есть. Назовем его 1. Теперь мы сохраним. Мы не будем сохранить второй план. Мы сделаем Compare Show план. и сравним его с первым. И здесь не сколько интересно вот это. Вот здесь понятно, что они будут все разные. Несколько интересно Properties. И в Properties мы с вами увидим следующую штуку. Давайте представлено видео на голову плана. Да. Тогда SQL Server формирует хэш. Вот этот SQL Handle, по которому он будет хранить запись план запроса в кэше, он учитывает не только текст запроса, но и некоторые параметры соединения, такие как язык, база данных и так далее, и так далее, и так далее. И вот если мы получаем разные опции соединения, то SQL Server соответственно генерирует разные хэши и соответственно у нас будут разные записи в кэше планов запроса. И вот есть одна такая опция сет, которая так исторически сложилась, что в менеджмент студии она по умолчанию стоит в он, да, стоит true, а в библиотеке Adunet она по умолчанию стоит false. И вот благодаря этой особенности мы получаем всегда разные планы в менеджмент студии и в приложении. Да, они могут совпадать, если вы там и там выполняете его с теми же параметрами первый раз, но если оно в приложении закэшировано и было скомпилировано для одного типа параметра, а вы исполняете его для другого, то вы получите вот такой эффект. Давайте, чтобы еще раз закрепить эти данные, мы посмотрим на фактический план запроса, который у нас получился, который у нас получился вот здесь. Trace Analysis, нет, не это, вот здесь, да. Вот наш план. Смотрите, если мы наведем на голову планы запросы и посмотрим в Properties, у нас будут два таких элемента здесь. Это параметр Compiled Value и параметр Runtime Value. В этом случае они совпадают, значит мы можем быть уверены, что SQL Service генерал максимально оптимальный план, который он считает оптимальным для этого запроса. Теперь давайте поменяем вот эту вот опцию Rit Abort для этого соединения. Да, мы можем прописать опцию Set, можем поменять ее вот здесь. Да, давайте уберем ее. Вот точно так же с опцией Off идет запрос в приложении. И план запроса у нас уже другой, да. Немножко более корявый. Если мы переведем уже в его Properties, то мы видим следующую штуку, что запрос выполнится с параметром Y, но был скомпилирован с параметром B. И именно поэтому у нас здесь идут индекс-сканы. Да, вот кластеры индекс-сканы. Потому что SQL Server ожидает, что там придет много строк. Да, ему нужно проработать это максимально. Смотрите, estimated number of rows 42000, а по факту приходит 500. И вот здесь, когда накладывается параметр sniffing, и вот этот момент, что в менеджмент-студии мы получаем по умолчанию всегда разные планы, чем в приложении, да, мы можем плотно засесть на вот такой вот проблеме. Поэтому это очень важно знать при трабо-шутинге ваших запросов. Что такое поведение есть, что так ведет себя параметры sniffing, и так ведет себя менеджмент-студия и приложение. Какие-нибудь вопросы по этой теме? Это последняя дома на сегодня. Все понятно было? Мне кажется, стало гораздо понятней, откуда берутся проблемы и почему планы отличаются, когда ты менеджмент-студии делаешь и потом смотри в сохраненный. Да, хорошо. Хорошо, тогда давайте подведем небольшой итог. Небольшой итог. ОРМ, лично я считаю, что это очень классная штука, если вспомнить жизнь без ОРМ и жизнь с ОРМ, да, с ОРМ жизнь стала намного легче и интереснее. Но, тем не менее, что я не устаю повторять, всегда ОРМ – это не есть спасение. Всегда нужно знать, что находится под ОРМ. Да, всегда нужно смотреть, какие запросы генерирует ОРМ. В некоторых случаях, может быть, исключать эти запросы, писать запросы полностью самому. Но, тем не менее, нужно хорошо разбираться, что мы можем получить на выходе. Какой запрос получить и как он эффективно будет выполняться. Поэтому реляционные базы данных и SQL нужно научить и знать. Неважно, даже если мы пишем без учета его только с помощью ОРМ. Базы данных и ОРМ-системы изменяются очень быстро. Поэтому то, что я вам рассказываю сейчас, может через год уже быть не настолько актуально, не настолько интересно. Параметры с Nishing в семнадцатом северном сервере Microsoft вводят уже такие вещи, которые, наконец-то, спустя кучу лет, должны убрать эту проблему. Насколько они уберут – посмотрим, но должны убрать. Quasi Load, вы сами видите, как он эволюционировал за предыдущие годы. И то же самое касается кода генерации. Но, тем не менее, по мере усложнения баз данных будут усложняться и конструкции, которые генерируют Antity Framework. Соответственно, с одной стороны мы получаем то, что она будет ориентирована, будет работать лучше и лучше. А с другой стороны появляются новые вещи, на которых она может работать не так эффективно. Хорошо. Несколько советов от меня. Иногда проверяйте, смотрите, что сгенерировал. Antity Framework и какой план запроса получился в итоге. Особенно, когда вы не уверены в эффективности того, что написано на нетнете. Если у вас есть какие-то сомнения, лучше сразу проверьте и посмотрите, как можно изменить запрос на Antity Framework, чтобы скейт получился более эффективным. Для сложных запросов рассмотрите использование SQL. Если запрос получается слишком сложным, есть большая вероятность того, что он будет не очень эффективным. Рассмотрите использование адаптера, если вы не используете или другой MicroVRM. Инвестируйте свое время в изучении внутренности баз данных, как она работает, что происходит, как компилируется план запросов. Это очень-очень полезно для понимания проблемы и для решения проблемы. Потому что неправильное решение проблемы с базой данных может привести к другой, более сложной и более плохо диагностированной проблеме в будущем. И поэтому, если решать проблему, нужно четко понимать, почему она возникла, причины возникновения и как лучше ее уже починить. Хорошо. Нет серебряной пули. Это, в принципе, понятно. Поэтому рассматривайте, как можно больше вариантов. Смотрите на то, как работает внутренность ОРМ, как работает внутренность SQL Server, и делайте решение максимально эффективное для вас. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. И я хочу перед тем, как закончить презентацию, сделать пару анонсов, которые я не успел сделать в начале. Я хочу рассказать про конференцию, которая пройдет во Львове. Сиклус этой Львов. Сиклус этой 660. Конференция бесплатная пройдет 19 августа. Я, в том числе, буду выступать на этой конференции. У меня доклад последний. Сейчас, знаете, посмотрим. Приезжает много специалистов не только из Украины, а из других стран. Да, вот мой доклад последний идет здесь. В первом треке. И я буду рассказывать про перформанс-тюнинг. То, что какие возможности есть в SQL Server на данный момент для перформанс-тюнинга. Кроме того, перед этим 18-18 августа будет проходить так называемый Pre-Conference Day во Львове. На котором будут проходить два тренинга. Я буду читать полноценный однодневный тренинг по перформанс-тюнингу. Да, и специалисты из Румынии Каталин Георг будет читать тренинг по Internet of Things. Если вам интересна какая-то из этих тем, вы хотите больше узнать про Internet of Things или вы хотите лучше тюнить ваши запросы и понимать, что происходит внутри движка баз данных, тогда welcome, приходите на тренинг. Билеты, продажи билетов откроются буквально там сегодня, в ближайшие несколько часов. На этом у меня точно все. Мои контактные данные видите на экране. Twitter, email. Ну, блоги я редко веду сейчас. Я более активен в Facebook. Поэтому подписывайтесь, следите за новостями, за новостями наших сообществ. и спасибо за внимание.